Проект новых правил землепользования и застройки, сокращенно ПЗЗ, отдали на рассмотрение депутатам Барнаульской Городской Думы. Вероятнее всего, обновленный документ примут. Но кому он в первую очередь необходим и какие вопросы решает, об этом поговорим в студии. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Арестов, председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула, и Юрий Гатилов, генеральный директор строительной компании «Жилищная инициатива», член общественной палаты Барнаула. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот лично я неоднократно слышала, что правила землепользования, этот документ важнее даже, чем генплан города. Так ли это и вообще что такое правила землепользования и застройки, вот если простым языком? Ну, насколько важнее один документ по отношению к другому, наверное, этот вопрос некорректно задавать, потому что у каждого документа своя функция и свое назначение. Если мы возьмем генеральный план, то генеральный план по большей степени это стратегия, это стратегия развития города. То есть, изучая генеральный план, мы видим, какие территории города растут, какие территории города предназначены для развития, например, промышленного производства, для развития жилищного строительства. Мы видим перспективу развития дорожной инфраструктуры города. Мы видим развитие города вплоть до 2036 года. Правила землепользования и застройки – это документ сегодняшнего дня. Имея правила землепользования и застройки, мы видим территориальные зоны, которые соответствуют функциональным зонам генплана. И мы видим регламент, градостроительный регламент застройки данных территорий. То есть, мы видим четкие правила по застройке данной территории городского округа. То есть, уже более детальное планирование развития города. Правильно я понимаю? Совершенно верно. Каким образом вам этот документ помогает в работе? Ну, генпланы, правила застройки – это одно целое, практически, можно сказать, это две руки правая и левая. И правила застройки просто детализируют вот эти свойства генплана, где, как строить, по каким нормативам. Это нормативы для генерального плана. Поэтому, я считаю, что, в принципе, уже все проработано. И сообщество строителей, союз строителей уже внесли свои поправки, доработки. И уже сейчас мы, как бы, хотим, чтобы на очередной сессии их приняли. И мы уже дальше строили по новым генпланам, по новым правилам застройки. В принципе, эти правила нужны даже самим горожанам, в первую очередь, наверное, самим горожанам. Почему? Потому что формировать земельный участок, что-то делать и так далее. Это будет уже по новым правилам застройки. Ну, конечно, нам, как строительному сообществу, это наш хлеб, это все, это наши чертежи, бумага и так далее. Мы на них опираемся и по ним строим. А на какой срок вот эти новые правила, они формируются? Как долго действуют? Правила землепользования и застройки, по сути, это дело, это бессрочный документ. В них носятся изменения только, если изменилось градостроительное законодательство, либо изменилась, скажем, обстановка в городе, либо были внесены изменения в документы территориального планирования. Соответственно, это живой документ, который развивается и растет, как бы, вот тоже вместе с городом. Мы видим определенную проблематику, учитывая то, что мы какие-то вопросы не можем оперативно, эффективно решать. Соответственно, мы выходим с инициативой внести изменения в правила землепользования и застройки, чтобы своей цели достичь. Если тезисно, есть какие-то четкие изменения, которые коснулись именно вот этого документа? Например, было так, стало так? Ну, до недавнего времени и даже сейчас у нас генеральный план, то есть правила землепользования и застройки, будем говорить так, не соответствуют существующему генеральному плану. У нас появляется такой, как бы, коллапс. Одни документы территориального планирования стратегически нам говорят, что нужно развиваться и идти в одну сторону, а правила землепользования и застройки, которые у нас в существующей редакции не дают нам никуда идти. Соответственно, все инвестиционные проекты, которые связаны с развитием той или иной территории города, встают. У застройщиков возникает, скажем, проблема. Они не могут дальше реализовывать проекты по строительству. Например, имея документы разрешительные на земельный участок и зная, что по существующим правилам землепользования и застройки этот земельный участок не дает реализовывать проект как многоквартирный, многоэтажный жилой дом, а это только, допустим, малоэтажная или среднеэтажная застройка, строители ждут изменения, как бы, в правила. Также это связано и с иными объектами, объектами промышленного назначения, то есть объектами переработки в городе институционные проекты идут. И тоже существующая редакция правил землепользования и застройки не дает городу развиваться. Сейчас, после принятия новых правил землепользования и застройки, мы эту проблему снимем. У нас все территориальные зоны в городе будут соответствовать функциональным зонам по генеральному плану, то есть и вот это несоответствие, оно уйдет. Соответственно, мы можем выдавать разрешение на строительство, можем выдавать разрешение на ввод уже в соответствии с новыми правилами. Вы, кстати, сталкивались с этой проблемой, что вот вроде место перспективное, хорошее для застройки, но вот несочетание двух документов. Да, для примера могу сказать, что вот несколько застройщиков на потоке сейчас ждут эти правила и не могут дальше строить свое жилье. То есть чисто технически из земля и все подходит. Чисто технически не могут дальше продолжать строительство. А вот на бумаге нет. Они ждут эти правила. Частный сектор тоже ждут некоторые изменения, там эти правила, чтобы дальше продолжать развиваться. Ну, то есть я просто хочу сказать, что правила застройки – это не какой-то такой консервативный документ, который вообще не перерабатывается. Каждые полгода, в принципе, можно внести правила застройки, изменения в правила застройки. Застройщики, заинтересованные лица, в первую очередь администрация города, администрация районов будет носить свои изменения, предложения по изменению. Комиссия в архитектуре, в Комитете по развитию будет рассматривать эти изменения, и они будут изменяться, изменяться, изменяться. В Комитете по архитектуре есть специальная группа, которая этим делом занимается. Это постоянно текущая работа, которую нужно закрепить это все, нужно принять вот эти правила застройки, это как базис, и на его основе уже продолжать изменения, подносить изменения уже заинтересованных различных структур и застройщиков, и жителей города. Ну да, вот, кстати, о жителях города, кроме того, что в этом документе, в его разработке участвуют специалисты, привлекали ведь еще и общественность. Вот с какой целью, насколько их мнение важно, у обычных людей? Совершенно верно. То есть перед принятием любого документа территориального планирования, в том числе и правил землепользования и застройки, регламентом установлена процедура общественных обсуждений, в которой принимают все заинтересованные лица. То есть с 28 октября по 28 ноября проект правил землепользования и застройки как бы висел в свободном доступе, были организованы в администрациях районных экспозиции по проекту правил землепользования и застройки, и все, кто хотел высказаться, кто хотел свои предложения, замечания направить, такой ситуацией воспользовались. Было 56 обращений в адрес комитета, всего было 164 предложения разных. Все эти предложения были рассмотрены на комиссии по правилам землепользования и застройки. В комиссию, кстати, входят не только чиновники, чтобы тоже было как бы понятно, туда входят и депутаты, и органы исполнительной власти, профильные комитеты, представители администрации районных. То есть это достаточно серьезная комиссия профессиональная, которая каждое предложение рассмотрела, и с учетом создавшейся градостроительной ситуации, с учетом требований градостроительного кодекса, по каждому замечанию было принято решение. А какие были предложения? Хотя бы несколько можете назвать? Ну, еще раз можно сказать... Что больше всего волнует? Жители в каком направлении? Можно сказать, что предложения были весьма противоречивые. То есть одни профессиональные, допустим, сообщества, строители предлагали более, скажем так, демократическую позицию в отношении застройки города Бурнаула. А, допустим, градостроительная инспекция, представители градостроительной инспекции, что, спасибо им большое, практически около 40 замечаний по правилам землепользования застройки они в нашу комиссию направили. Наоборот, достаточно консервативно к этим вещам подошла, чтобы максимально, скажем так, усложнить застройку на уже существующих территориях города Бурнаула. И вот здесь надо было найти определенное компромиссное решение. Но я считаю, вот сейчас в данной редакции такое решение было найдено. То есть мы учли все предложения как застройщиков, как проектировщиков, как и представителей надзорных инстанкций. И вот сейчас проект заключения по результатам общественных обсуждений уже был 7 декабря опубликован в газете «Вечерний Бурнаул». И барнаульцы могут с ним спокойно ознакомиться и посмотреть, что там было на комиссии. До начала нашего интервью я прочла в интернете, что некоторые общественники переживают, если вот этот документ примут, то в исторической части города появятся небоскребы, согласно ему. Вот вы как вот эту историю поддерживаете, не поддерживаете? Нужно ли ту историческую часть города застраивать? Там действительно многие здания ветхие очень и неприглядные. Вроде как проще снести, но вот сохраняем. Я хочу сказать еще раз, город – это живой организм. Он постоянно будет совершенствоваться, постоянно застраиваться. Конечно, лучше, так скажем, быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Это истина. Но везде же золотая середина должна быть. Вот поиск золотой середины – это наша задача при принятии. Сейчас это каркас, который сделан по проекту застройки землепользования. Он удовлетворяет основной массе требований, по которым мы можем работать. Дальше уже мы начнем дальнейшую проработку и по центру города, и по окраинам, и другие районы. И поток тот же. И зона уменьшена сейчас в этом генплане от промышленных строений, которые уже не работают, зданий и заводов, которые не работают. Везде нужно подходить, брать определенную часть, делать проект застройки этой части, прорабатывать ее, разрабатывать, утверждать, спорить. И в дальнейшем, я думаю, делать все, чтобы город развивался. Развивался, застраивался, привлекались различные средства. Дорожную схему улучшать нужно. Это вот сейчас в генплан носить изменения. Там проект застройки, кое-какие нормативы проекта застройки не будут нам, так сказать, позволять это делать. Вот эту всю работу нужно делать. Это рутинная, нормальная, рутинная, спокойная работа, которую нужно делать. Союз строителей, саморегулированных организаций, от моей организации «Жилищная инициатива», мы внесли ряд предложений, ряд, они учтены, ряд предложений будут рассматриваться уже в дальнейшем, прорабатываться. Поэтому, я так скажу, это живой организм, его нужно развивать. Чтобы его развивать, надо на чем-то базироваться. Ну вот если не секрет, вы можете озвучить свое предложение? Почему вы вдруг не согласились? Ну, например, кое-какие технические нормативы, мы считаем, что они слишком завышены. Вот предложения, не знаю, как она, инспекции, они слишком завышены. Ну, хорошо, конечно, если на участке там лес будет расти, или на участке там будут кругом детские площадки. Но все же в рамках конкретного участка, в рамках конкретных дел. Никогда центр не будет застраиваться небоскребами, как бы, в таком плане. Но те ветхое жилье нужно сносить. Чтобы сносить, надо делать дорожную инфраструктуру, нужно делать сети. Вот именно эти правила застройки и позволяют это все разрабатывать. Они будут дорабатываться, разрабатываться, делаться план дорожной сети, план благоустройства, план озеленения города. Это все еще предстоит делать, это, ну, перед нами стоит огромная задача. Ну, а вот каркас – это генплан города и правила застройки. А дальше уже бескрайнее поле для работы. В последнее время очень много внимания уделяется сохранности именно зеленых зон. Вы вот сейчас сказали, да? И общественнику против, что приходится для застройки вырубать деревья, даже целые парки, скверы. Вот в этом плане предусмотрена именно сохранность зеленых территорий и какие объекты попали в него? Хорошо. Я маленько тогда еще вернусь к предыдущему вопросу. Вот это тоже, как бы, да, боль общественников. То есть вот вы говорили, что боятся, что появится многоэтажная застройка в историческом центре. Весь исторический центр у нас сейчас по проекту правил – это зона ОД-4. Там очень жесткие ограничения. По высоте здания не должны быть выше 18 метров, не выше 4 этажей. Вокруг зоны ОД-4 у нас зоны смешанной общественно-деловой застройки, которая тоже не предусматривает строительство высокоэтажного жилья. То есть проектировщики, кто правила разрабатывал, очень грамотно к этому подошли. И весь исторический центр, он должен именно в таком состоянии, какой он сейчас, поэтажности, вот, и сохраняться. К тому же ни для кого не секрет, что у нас в центральной части масса памятников, то есть объектов культурного наследия. И у каждого этого памятника есть защитные зоны. И в защитных зонах строить тоже практически невозможно, пока не будет разработан соответствующий проект. Поэтому, что касается перспективы застройки исторического центра, если она и будет, это будет не высокоэтажная застройка, это до 4 этажей. Ну и, соответственно, то, что позволят находящиеся вокруг объекты культурного наследия. Это вот по первому вопросу. Что касается, как бы, зеленых зон, в новом проекте правил землепользования и застройки все наши скверы, парки, все, что у нас, зона городских лесов, все у нас сохранено, все существующие парки, это парки, допустим, и Целенников, и имени Ленина, и Орликина, и парк Химиков, и парк Трансмаш, и парк Центрального района. То есть все парки, и Изумрудный, конечно, и Юбилейный, конечно, эти все парки заведены в зону Р1. Зона Р1 – это вот как раз зона парков-скверов, зона Р2 – это зона городских лесов, и лесопарковая зона – это у нас в районе медицинского кластера такая зона как бы существует. Там на эти зоны градостроительные регламенты не распространяются. Говоря простым языком, там запрещено возводить объекты капитального строительства. То есть таким образом в проекте правил как раз и предусматривается защита зеленого каркаса города Барнолла в таком виде, какой он сейчас есть. Если я не ошибаюсь, вот генплан все же более активно обсуждали сами жители, а вот к этому документу, если он такой действительно детальный, если прямо уже есть конкретные моменты и объекты, почему столько мало было и предложений, по идее, и всего-то 100 человек, да? Ну я вначале как бы уже сказал, что генпланы – это стратегия. То есть это такой документ, который у нас до 1936 года будет нас вести вот в определенном направлении. А тут вот здесь и сейчас. А правила – это именно здесь и сейчас. И мы понимаем, что значит внести изменения, то есть внести изменения в стратегические документы, сколько это потребуется как бы и времени, и процедур, и правила. Потому что правила действительно это намного проще. То есть в течение трех месяцев мы можем, по сути дела, собрав необходимые предложения и замечания, выйти с инициативой в Барнаульскую городскую думу, значит, ну с проектом внесения изменений в правила землепользования застройки. То есть это рабочий механизм из опыта, значит, вот прошлых лет. У нас, как правило, два, то и три раза в год такая процедура проходила, как бы вот именно с учетом изменений в градостроительное законодательство, с учетом там изменений определенной градостроительной политики, мы с этими вещами выходили. И это как бы наша обыденность, мы от этого никуда не денемся. То есть это механизм такой работы, то есть вот с правилами. Поэтому горожане, да, больше внимания уделили именно стратегическому документу, именно сохранению также зеленых зон, активно обсуждался медицинский кластер, еще злободневные вопросы, развитие промышленных районов, в том числе и восточного. И в этот раз тоже были такие вопросы, но здесь мы четко понимаем, что зонирование наше, которое будет прописано правилом землепользования и застройки, должно быть четко соответствовать нашему генеральному плану. То есть иначе эти документы, как бы ценности, правила землепользования и застройки в иной редакции не будут иметь ценности и не позволят нам именно идти стратегическим путем реализации мероприятий, которые у нас генеральным планом предусмотрены. В принципе, правила застройки – это технические нормативы. И нам, как профессиональное сообщество, непонятно повышенное внимание всех, так скажем, депутатов и другого сообщества к ним. Это технические нормативы, которые просто технически накладываются на это. Глобально это, конечно, генплан города, он определяет всю политику. А это технические нормативы, поэтому непонятно, вот это большое внимание, так сказать, повышенное внимание, их надо принимать и дорабатывать. То есть так или иначе изменения еще вносить можно, да? Они будут проходить два или три раза в год изменения по каким-то правилам застройки. Это такой нормальный документ нормативы. Их нужно менять. Непонятно вот это пристальное внимание, которое… Я уже третий раз говорил, по-моему… Видимо, наболело. Надо их принимать и все, и забыть про них. Ну, я не специалист, конечно, может быть, ошибаюсь. А не проще ли, чтобы регулярно этот документ не пересматривать, не обновлять, создать какую-то группу людей, специалистов, которые будут держать, что называется, руку на пульсе и смотреть, какие изменения происходят, что необходимо поменять в этом документе. И, в общем-то, проблема-то будет решена, не нужно ничего будет обсуждать. В свое время, более 10 лет назад, я уже высказывал такое мнение, что нужно создавать свою рабочую группу у нас в Комитете по развитию, то есть в архитектуре. В то время еще и наши великие архитекторы, так скажем, были молоды и задорны. Они обладают такими знаниями, компетенцией. Представляете, если бы эта группа уже 10 лет работала, какой багаж знаний, какой багаж технической документации был бы в ее распоряжении. Сейчас нужно, я считаю, создавать вот эту рабочую группу. Она должна при Комитете по развитию быть создана, но туда должны входить обязательно представители союза строителей, саморегулированных организаций, архитекторов и так далее. Заинтересованных лиц, так сказать, неравнодушных заинтересованных лиц. Но техническую часть, вот Комитет по развитию города должен осуществлять, там должны быть вот эти группа людей, технорей, так скажем. Она есть в принципе, для этого Комитет по развитию и существует, он для этого и создан. И эти люди должны уже полностью владеть всей ситуацией, набрать техническую нормативную базу, набрать опыт, набрать знания. И уже спокойно, вот приняли мы в 2020 году, слава богу, генплан, и сейчас примем ПЗЗ в 2019 году, и работать дальше над развитием города, создавать проекты застройки, создавать различные проекты, привлекать, так скажем, всех, все заинтересованные лица и развивать дальше наш город. Вам как идея создания специальной рабочей группы? Ну, совершенно верно. На одной из рабочих встреч было, значит, высказано такое мнение союзом строителей, что давайте все-таки придем к созданию такой постоянно действующей рабочей группы, куда войдут представители строительного сообщества, представители администрации города Барнаул, ну, допустим, профильного комитета нашего, куда войдут, скажем, архитекторы, депутаты Барнаульской городской думы. Ну, по сути дела, двери-то открыты для всех заинтересованных лиц, кто, ну, думает, будет в теме в этой. И, скажем, с определенной периодичностью, ну, может быть, там, раз в два месяца, может, раз в месяц встречаться. И вот эти все вопросы, которые необходимо рассмотреть именно с точки зрения, чтобы улучшить нашу ситуацию, улучшить, скажем, процедуру развития, реализации проектов, в том числе, там, инвестиционных на территории города Барнаула, чтобы развивать территорию города Барнаула в соответствии с действующим законодательством и в соответствии с современными видениями, куда мы идем, значит, создать такую рабочую группу и делиться мнениями, прежде всего, делиться мнениями, то есть, что не получается, что не получается у проектировщиков, что не получается у строителей, что не получается у нас, у чиновников, почему мы не можем подготовить и выдать тот или иной документ, то есть, вот, что нам мешает. Соответственно, на этих площадках, вот, при заседании рабочей группы будут рождаться определенные предложения, в том числе, предложения внесения изменений в правила землепользования, застройки, которые, ну, будут рассмотрены и будут обязательно внесены, рассмотрены на комиссии, и мы приветствуем такую инициативу. А что дальше будет с этим документом? Дальше с этим документом? На сегодняшний момент мы проект правил землепользования и застройки направили в Думу, дальше будут профильные комитеты думские, которые будут этот проект правил землепользования и застройки рассматривать, и в итоге 25 декабря у нас на очередном заседании Барнольской городской думы будет рассмотрен этот вопрос о принятии правил землепользования и застройки. Ну, как правило, правило принимают? Или тоже вопрос вызывает споры и обсуждения? Тут, с точки зрения, как бы, вот, всех круглых столов, и сколько мы встреч провели с нашими уважаемыми депутатами, и достаточно были острые, жесткие дискуссии, мне кажется, нам удалось достичь понимания, что, да, данный документ, как бы, ну, необходимо принять. То есть, если его примут, соответственно, в 2020 году мы будем жить по новым правилам землепользования и застройки. Застройки, да, совершенно верно. Спасибо, что нашли время и пришли к нам в студию. Всего доброго.